Но начинаем мы с другого сообщения. Усилить контроль над участием волонтеров в тушении лесных пожаров призвал Рослесхоз. Благое желание помочь может обернуться трагедией. Накануне в соседней Бурятии погиб пожарный авиалесоохрана, еще один десантник пострадал. А ведь это профессионалы, волонтерами же часто становятся люди вовсе не подготовленные к работе в чрезвычайных ситуациях. За сегодня площадь пожаров увеличилась примерно на 1000 гектаров. Тушение идет в опасных и тяжелых условиях. Поэтому сотрудники МЧС призывают всем, кто решил стать волонтером, обязательно на месте возгорания нужно найти руководителя тушения. Прежде чем ехать в лес, необходимо связаться с представителями ведомства по телефонам, опубликованным на сайте регионального МЧС. Профессионалы должны помочь правильно организовать работу по ликвидации огня и сориентироваться в критической ситуации. Не лишним будет и застраховать свою жизнь и здоровье на случай непредвиденной ситуации. Минувшие выходные в тайге помогали лесникам и пожарным около 50 волонтеров, которые координируют свою работу с оперативным штабом и проходят специальный инструктаж. Ожидается, что в предстоящие субботу и воскресенье людей будет еще больше. Однако желающим помочь стоит правильно оценивать свои силы и возможности. Даже профессиональные пожарные в таких условиях работают посменно. Не всегда выдерживает медтехника. Затруднение составляет в том, что сухая земля, сухая растительность и пожары прогорают на какую-то определенную глубину. У меня за спиной ремонтируются трактора, которые оттуда пришли, где прокладывали медку полностью. То есть даже техника не предназначена для таких условий. В это время волонтеры набирают группы добровольцев для тушения пожаров. Ежедневно людей находят через социальные сети. Создают специальные группы, обозначая их ключевыми фразами «Байкал горит» и «Я еду тушить». Особое внимание обращают на то, что добровольцем может стать далеко не каждый. Группа формируется только из мужчин без заболеваний дыхательной и сердечной систем. Плюс ко всему волонтеры должны быть выносливыми и физически крепкими. Ведь во время тушения им придется много ходить и переносить тяжести.